МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанная на 2016-2020 годы обеспечения качества и доступности услуг. Она включает в себя 8 важных подпрограмм. Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения, ремонт жилищного фонда, безопасный лифт, чистая вода, обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов, развитие электроэнергетики и газификация села, качество и доступность бытовых услуг. То есть затрагивает практически все сферы жизнедеятельности человека и среду, в которой он живет. Этому в городе уделяется самое пристальное внимание. И очередное заседание исполкома под председательством Ивана Рябковца было посвящено важной теме – реализации намеченных мероприятий, соответствующей региональной программе. Об этом членам исполкома доложили руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Пинска Юрий Рыбак, жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Валентина Осипчук и предприятия «Пинскводоканал» Сергей Куницкий. ЖКХ города Пинска является ответственным за выполнение четырех из одиннадцати установленных целевых показателей по программе «Комфортное жилье». ЖКХ города Пинска является ответственным за выполнение шести из одиннадцати целевых показателей в ресурсных программах. «Пинскводоканал» отвечает за выполнение шести показателей. Для общей оценки эффективности реализации этой государственной программы определен сводный целевой показатель – снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях к предыдущему году. За период реализации программы в городе Пинске, начиная с 2016 года, данный показатель по всем показываемым в достижении жилищно-коммунальных условий выполняется. Как доложил Юрий Александрович, с целью обеспечения населения качественными и доступными по стоимости жилищно-коммунальными услугами предусмотрена оптимизация затрат по оказываемым услугам, повышение эффективности управления ЖКХ, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства города подробно остановился на всех подпунктах программы и особенностях их реализации. Особенно важно, подчеркнул Юрий Рыбак, обратная связь работников жилищно-коммунального хозяйства и населения, его широкая информированность, рост показателя собираемости платежей за коммунальные услуги и другие. Подробнее о выполнении мероприятий по подразделениям ЖКХ доложили руководители ЖРЭУ и Пинского доканала. По каждому разделу представленных докладов и особенно актуальным и нерешенным проблемам председатели исполкома, его заместители и члены исполкома требовали доскональных пояснений и предложений по решению наболевших вопросов. Особенно это касается обращений и жалоб населения. В своем докладе директор ЖРЭУ Валентин Осипчук отметил выполнение целевых показателей. Вот как они выглядят. С 2016 года и в настоящее время данный показатель выполняется в полном объеме, то есть имеющиеся задания и факт выполнения имеет место. Что касается качества предоставляемых услуг, то этот показатель пока не выполнялся. Но в этом году есть положительная тенденция. Валентин Павлович обозначил проблему собираемости оплаты за коммунальные услуги и задолженности юридических и физических лиц. Все службы и предприятия в этом направлении работают. Самая эффективная работа, это естественно, с задолженностью, которая сформировалась 1-2 месяца. То есть это просто путеспособные граждане, которые могут оплатить и по какой-то причине в данный момент не оплатили. Директор ЖРЭУ доложил членам исполкома о ходе выполнения других подпрограмм, в частности, модернизации и замены технологического оборудования, тепловых сетей, лифтов и обозначил стоящие перед предприятием задачи. Наиболее актуальные поставил перед коммунальниками председатель госполкома Иван Рябковец. Для вас наиболее актуальным вопросом стоит поставленный Русланом Ивановичем. Это обращение населения за предоставление услуги или в каком-то таком чрезвычайном режиме, или в текущем, по содержанию жилищного фонда в оборудовании на должащем состоянии, то есть обращение в контакт-центр 115. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что появление этого центра, это тоже все произошло в рамках повышения доступности услуг, вернее, их своевременного поддержания в актуальном состоянии, наверное, так. И доступность этого номера для граждан позволяет очень быстро, оперативно доформить свою заявку и таким образом поставить к вас в известность какую-то неисправность, требующую оперативного реагирования. Это позволяет нам очень оперативно с одной стороны реагировать, а с другой стороны поддерживать обратную связь с населением. А в более полном объеме и анализировать, делать выводы, в соответствии с этим строить дальнейшую работу. Это отмечено и в принятом исполкомом решении. Важные мероприятия, озвученные на заседании исполкома, это и капитальный ремонт жилья, замена теплосетей, сбор и переработка вторичного сурья, и многие другие направления, которые напрямую связаны с реализацией государственной программы. О выполнении целевых показателей предприятием «Пинскводоканал» и проблемах, которые предстоит решать, членам исполкома доложил директор Сергей Куницкий. Их немало. И чтобы все решить, значит выполнить все региональные показатели государственной программы. Комфортное жилье и благоприятная среда 2016-2020 отметил председатель исполкома Иван Рябковец. Надо двигаться динамично вперед и эффективно использовать выделяемые средства. Это касается всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова